Девушки отдыхают. Ну, я надеюсь, ты не сильно расстроился. Ладно, ну как можно расстроиться, но объясни, вот такая вот природа, море. Ведь Хорватия, она одинаково красива как для богатого, так и для бедного. Настя! Привет, Хорватия. Ох и Настя, ох и Настя. Главный курорт Хорватии – Дубровник. Это древний город-крепость на берегу Адриатического моря. Дубровник – это сказка, созданная в камне. Дубровник в один голос называют «жемчужиной Адриатики». Ну что ж, посмотрим, насколько ценной окажется эта «жемчужина». Из аэропорта Дубровника до города можно добраться на такси за 45 долларов, или на автобусе за 8 долларов. Вот на этом автобусе, который уехал прямо у меня из-под носа. Понятно, здесь, значит, автобусы подвязаны под самолеты. Как только приземляется самолет, подъезжает автобус. Следующий рейс, я думаю, не скоро будет, потому что вообще нету людей. Автостоп! Вот чем мне нравится золотая карточка, так это же то, что не нужно волноваться, искать на чем доехать. Заходя, чтоб машина подъехала, и она подъехала. Я богатая! Откройте, пожалуйста, я же богатая! Я ваша! Вы мой! Вы! Здрасте! Понеслась! На трассе возле аэропорта стоят прямо толпы автостоперов. В основном это студенты, которые, как и я, должны тотально экономить. У каждого свой способ поймать машину до Дубровника. Кто-то делает надпись побольше, а кто-то надевает шорты поменьше. Пацанам можно стать, наверное. Мы по-русски разговариваем. Вы по-русски говорите? Ну, хорошо. Я думал, это запланировано. Не-не-не, а меня Андрей зовут. Артем. Очень приятно, а вы откуда? С Украины, с Днепропетровска. Реально? Да. В Днепр, здесь, в Хорватии. Так получается. Макс и Артем учатся в Польше. Сейчас у них каникулы, и они едут в Дубровник на слет автостоперов. В этом месте парни не могут поймать машину уже пару часов. Ох ты, чуть не снес. Смотрите, сколько автостоперов бедненьких стоят, конечно, в пожаре есть. Да, судьба, конечно, несправедлива. Едем дальше. Нет, не останавливайтесь, едем, едем. Сам дурак. В Австрии 42 часа стояли. В Австрии 42 часа стояли вот так вот. Ну, на заправке, правда. Мы спали там. Нет, мы спали ночью, все такое. Ну, наконец-то, и часа не прошло. Каким-то чудом в малолитражку вместились мы с оператором, Макс с Артемом и даже еще одна девушка, полячка Габриэла. Отлично. Все. Так, то, что доктор написал. Автостоп – это удел бедных туристов. Вот у Макса всего 100 евро на 5 дней. 100 евро тебе на 5 дней хватило? Ну, относительно. Я еще это снимал, потому что в этом решили. Круто. Поводелываться, мидии поесть. О-о-о, парни из Днепра любят есть мидии. Ничего себе, когда в стране кризис, ребята. А говорят, все донбасские только едят. Вон Днепр тоже у нас поедает мидии. Хорватия Днепр. Волшебных пейзажей. Над головой скалы. Внизу бескрайнее море и маленькие домики с красными черепичными крышами. Все такое душевное, все такое курортное. Самое интересное в Дубровнике – это Старый город. О нем, в основном, мы и будем рассказывать в этом выпуске. В этот уикенд я буду жить в самом лучшем отеле Дубровника – Эксельсьор. Мой отель по версии британской газеты «Санди Таймс» входит в пятерку самых лучших на всем Средиземном море. Отель расположен на скале, и из-за этого у него очень необычная планировка. Оригинально. В этой гостинице все наоборот. Этажи идут не вверх, а вниз. В общем, если тебе нужно подняться на третий этаж, ты фактически спускаешься на третий этаж. Да, прикольно. В этом отеле кто только не останавливался из знаменитостей. И Морган Фриман, и Че Гевара, и Софи Лорен, и английская королева, и я, короткая Настя. А сейчас, внимание, мой президентский номер. Ух ты! Какой размах! Всегда мечтала сделать точно так же, как Андрей. Боже мой, я же всегда мечтала, чтобы мои окна выходили на море. Яхты! С одной стороны, старый город. Офигеть! Фух, добрался. Ну, здравствуй, старый город. Дубровник – это эталонный средневековый город. Мощные стены старинной крепости обрываются прямо в море. Один к одному жмутся каменные домики с черепичными крышами, а узкие улочки больше напоминают трещины в скале. Казалось, что такая старина осталась только в учебниках истории средних веков. А нет. Вот она. Со всех сторон. Такой древний городок ожидаешь увидеть в Испании, Италии или, скажем, Франции. Но никак не в бывшей Югославии. В Дубровнике многие улицы – это крутые лестницы, которые взбираются высоко-высоко на гору. Такие лестницы спасают местных жителей от надоедливых отдыхающих. Ведь не каждый турист заберется на такую верхотуру. Дубровник похож на каменную шкатулку. Здесь нет ни одного участка голой земли, ни одного деревца. Камень под ногами, камень с боков и камень сверху. Если вы этим летом соберетесь в Дубровник, обратите внимание, что в жару по городу гулять не рекомендуется. Мостовая и стены домов так раскаляются от солнца, что весь город превращается в огромную печку. Именно поэтому на улицах можно встретить специальные фонтаны с питьевой водой, чтобы туристы охлаждались. Здесь в Хорватии очень чистая вода. Вот то, что мы в Украине покупаем в бутылках и пьем, здесь просто течет из крана. А, вкусняшка! Дубровник – это самый дорогой курорт Хорватии. Мне там нужно переночевать одну ночь, напоминаю. Цены ой как кусаются, но есть у меня одно место здесь, в старом городе – хостел. Хороший. Самая дешевая койка в исторической части города обойдется, внимание, в 40 долларов. В Орле и Решке только в двух городах койка стоила дороже – в норвежском Алисунде и в Венеции во время карнавала. Именно поэтому все бюджетные путешественники берут с собой палатки и останавливаются в кемпингах. Например, жилье сколько стоит? В хостеле там осталось? Ну, мы, не знаю, в кемпинге 2,5 евро платили за ночь. Последний раз я ночевал в палатке в норвежском Алисунде и дал себе слово – никогда не экономить на проживании. Честное слово, я больше никогда не буду спать в этой палатке. Так что сдержу слово и сегодня буду ночевать в хостеле за 40 долларов. На все остальное денег должно хватить. Называется, конечно, он странно. Fresh sheets. Свежие простыни, что я недопонял. Свежие какашки, спрашиваю, будешь он? Не ем. Хостел потерялся где-то в глубине улиц старого Дубровника. Если бы не помощь хорватской старушке, я никогда в жизни его бы не нашел. Особенность моего хостела в том, что тут можно торговаться о стоимости проживания. В итоге ночлег не обошелся примерно в 30 долларов. К тому же в эту стоимость входит и завтрак. Если вы поедете этим летом в Дубровник и вам надоест целыми днями валяться на пляже, не отчаивайтесь. Одно из самых популярных развлечений для богатых туристов в Дубровнике – это прогулка на каяке. Это такая лодка вроде байдарки. Правда, если у вас всего 100 долларов в кармане, то такое развлечение вы не потянете. Приватная прогулка на каяке стоит 100 евро. Итак, за эти деньги вам дают лодку, инструктора и сопровождающий катер. Катер вытягивает лодку в открытое море, ну и вы там себе катаетесь. Сегодня плохая погода, поэтому желающих покататься нет. Но, как вы понимаете, долг ведущий обязывает. Вокруг ни души. Идет дождь. Скалы. Такое ощущение, что тут вообще не ступала нога человека. А только проплыла моя лодка. Скажу сразу и честно, мне не понравилось. Во-первых, жутко холодно. Во-вторых, мокло. Вода затекает куда только можно. Ты сидишь до нитки промокшей в маленькой лодке, а холодный ветер тебя просто добивает. И при этом еще и нужно грести. Возьмите. Возьмите. Возьмите! Поехали! Наверное, это все-таки мужское развлечение. А хостел-то оказался гостеприимным. Тут наливают. Ах, какая она ядреная. Ребят, предупреждать же надо. А мне нравится здесь уже. Хорошо тут, весело. Так, контакт, пока зайду здесь. Так, Леся Петренко хочет добавить в вас, друзья. Давайте посмотрим, увеличить фотографию. А не, Леся, нет шансов. В общем, друзья мои, этот напиток, который наливают каждому, кто приходит в хостел, называется Раке. Фруктовый самогон с медом. Пока я еще в адеквате, предлагаю селиться. Пойдем посмотрим комнату. Моё койко-место находится в комнатушке с тремя двухэтажными кроватями. Ооо, а вот это же интересно. Девочки, а между прочим, сегодня с вами спать, ну в смысле в комнате, будет известный украинский телеведущий. Самые дешевые койки в смешанных комнатах. В таких, где одновременно живут и мальчики, и девочки. Ну, как тут не пофантазировать. Ладно, девушек отложим на вечер. А сейчас пойду-ка смотреть город. Ааа, красота. За моей спиной отдаляется Дубровник. Все дальше и дальше вот так он уходит. Сейчас пропадет буквально из виду. А знаете, куда я плыву? Не в Одессу, куда могли вы подумать? Нет. Я плыву на остров Локрун. Если уж вы приехали в Дубровник, обязательно отправляйтесь на остров Локрун. Не там, не там. Ааа, вон, за моей спиной. Моя спина, вот. Значит, где остров? Правильно, там. Локрун. Остров Локрун – это не просто красивое место. Остров – официальная резервация для нудистов. Здесь их никто не видит и не трогает. А вот и знак. Дальше начинается территория нудистов. Хорватия – столица мирового нудизма. Еще в 50-е годы прошлого века тут разрешили открывать специальные центры для нудистов. А сейчас хорватское побережье Адриатики занимает первое место в мире по плотности нудистских пляжей и курортов. В Хорватии созданы специальные туроператоры для нудистов. Устраиваются круизы для нудистов. Строятся специальные гостиницы для нудистов, в которых даже на завтраки можно ходить голышом. Что самое удивительное, большинство хорватов считают нудизм жутким, постыдным и неприличным явлением. Сказывается все-таки католическое воспитание. Но ничего не поделаешь. Голые люди приносят доход. Все, конечно, ждут, когда бедняков разденется и примкнет к рядам нудистов. Вот вам! Вот вам! Олег! 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 Выключай, Голю! Выключай! Выключай! Олег! 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 Никогда не понимал людей, которые купаются голышом. Олег! 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 Да выключай камеру, холодно, дай выйти из воды! Олег! 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 У острова Локрум есть одна легенда. Тот, кто останется на этом острове до захода солнца. До следующего утра и не доживет. Так, сюда. Сюда. Нет, сюда. Запутался. Так, еще не хватало остаться на острове. Я особо, конечно, в такие легенды не верю, но чем черт не шутит? Если вы соберетесь этим летом в Дубровник, обязательно зайдите в ресторан «Наутика». По версии авторитетного журнала «Кон де Наст» он считается одним из самых романтичных ресторанов мира. Ничего себе, дорого. Подходит? В этом ресторане вам принесут огромный поднос с несколькими сортами рыб. Это я могу выбрать все, что хочу, да? Класс! Вот, например, морской солнечник, зубан, морской окунь и красная скорпена. Давайте красного скорпиона. Оказалось, что я выбрала чуть ли не самую ядовитую рыбу в мире. Все тело этой рыбы утыкано ядовитыми шипами. Если в море на нее случайно наступить, то можно и погибнуть. И креветки фломбе. Спасибо. Фломбе – это такой кулинарный прием, когда блюда обливают крепким алкоголем и обжигают открытым огнем. В моем случае, например, в никуда вылили дорогой коньяк «Мартел Ди Эс». Спасибо. Ой, извините моего оператора. Казалось бы, Хорватия – это бывшая Югославия. И цены здесь не должны быть высокими. Но, к сожалению, это не так. Все морепродукты здесь либо дорогие, либо очень дорогие. Это неприятная неожиданность для наших туристов. С другой стороны, море возле Хорватии чистое, поэтому все местные морепродукты считаются самыми качественными, в отличие от китайских или там вьетнамских. Очень вкусно. Ну, вот мой красный скорпион. Ну, будем пробовать. Оказалось, что ядовитая рыба на вкус очень даже ничего. Очень вкусно. Надеюсь, из нее там все ядовитые шипы вытащили. Ну, а вечером здесь сплошное искушение. Вот если я до этого момента не жалел, что у меня только 100 долларов в Хорватии, то сейчас как-то обидно. Так хочется тоже посидеть за этими столиками, покушать, ни о чем не думать. Вот так вот вкусно, сытно, плотно. Ну ладно, у меня в хостеле завтрак включен, завтра и поем. Ой, я аж слышу этот запах. Знаете, чем пахнет? Свежими простынями. Я дома. Всего спокойной ночи. Хотя я всегда хотел быть за подлистом. Синий туман похож на ман. Дубровник – город маленький. В его старой части живет всего 5 тысяч жителей. Но утром каждого дня его население увеличивается втрое. А вечером в городе снова 5 тысяч жителей. Как же так получается? Утром каждого дня город заполняют тысячи непонятно откуда взявшихся туристов. Огромный корабль приплывает, высаживает людей на берег. Они ходят, гуляют, фотографируют, наслаждаются городом. А вечером он их обратно забирает и плывут уже на следующую остановку в другой город. Жизнь в Дубровнике уже давно подчинена расписанию прибытия круизных лайнеров. Ежедневно пара-тройка таких махин исторгает из себя тысячи ненасытных до достопримечательностей туристов. Три с половиной тысячи человек. Только представьте. И это считается маленький лайнер. И начинается нашествие рыжих собак. Миграция саранчи. Вторжение татаро-монголов – ничто по сравнению со сходом на берег очередного туристического десанта. Туристы, туристы, туристы… Городок просто распирает от приезжих. За туристами уже и города не видно. Посмотрите направо. Вот туристка из Германии, фотографируется с попугайчиком. Посмотрите налево. Вот туристы из Австралии, фотографируют туристку из Германии. Которая фотографируется с попугайчиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дубровник можно смотреть вместе с этим огромным количеством туристов, протискиваясь, толкаясь. Но можно его посмотреть, не суетясь, в более спокойной обстановке. Просто нужно подняться на стену. Заинтриговал? Конечно. Погнали, покажу. Всю старую часть Дубровника по периметру окружает высоченная крепостная стена. По этой стене проложена пешеходная дорожка, по которой можно обойти вокруг всего старого города. Для того, чтобы сюда подняться, я заплатил 90 кун. Но сначала меня жабка так подушивала, но когда я сюда посмотрел, то я понимаю, что мне не жалко этих денег. Потому что, ну, посмотрите на эту красоту. Это просто здорово. Вот эта вот черепица красненькая, эти крыши, эти людишки, которые там вот ходят, что-то фотографируют. Крутяк! Манифик! Визитная карточка Дубровника, его огненно-оранжевые черепичные крыши. По закону, крыши домов старой части города должны быть только черепичными и только такого цвета. Никакого шифера или крашеного металла. Так жители стараются сохранить старинный облик города. Обратите внимание на крыши. Вот видит же, что снимаем. Козел. Вид из городской стены один круче другого. Но вот посмотрите, какая красотища. Слушайте, ну это же классно вот так вот посидеть, ножки свесить вниз, ни о чем не думать. Когда ты видишь эти яхточки, эту воду, этот старый город, горы. Хороша Хорватия? Хороша. Но и здесь эти надоедливые туристы. Но елки-палки, вот секунды не проходят, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь, какая-нибудь не влезли в кадр. Спасибо вам, друзья. Невозможно работать. По дороге на главную достопримечательность я заехала на устричную ферму. Посмотрите, все эти буйки – это и есть устричная ферма. Круглый год на ней зреет знаменитая миллионерская еда. Устрицы – Пуссон Клер, Бульдеки Бран, Экай Доржан. Нам, миллионерам, еще с детства знакомы все эти сорта. В этой бухте выращивается самый дорогой сорт – знаменитые стонские устрицы. Ну, вот так вот выглядит устричная плантация. Вот ряды буйков, к каждому из которых привязаны веревки, на которые налеплены целые грозья устриц. За 320 евро вам все расскажут и покажут. Интересно, что устрицы сами по себе тут не заводятся. Их выращивают на заводах. Личинку устрицы тут растят до состояния маленькой раковины. Потом эти раковины привозят на такие фермы, где специальным раствором приклеивают к веревкам, на которых они продолжают зреть. Класс! Ой, конечно, они прям все в каком-то ил или что это. Главное для них – это чистая проточная вода, ну и чтоб не съела рыба Дорада. Выглядит как амулет Тарзана. Ну, посмотрим, какие на вкус. Самое вкусное молоко – это парное. Самые вкусные овощи – это те, которые из грядки. Ну, а самые вкусные устрицы – это которые только достали сейчас из моря. И я их сейчас буду пробовать. В экскурсию по ферме входит также дегустация устриц. Есть их нужно не просто сырыми, их нужно есть живыми, потому что мертвая устрица портится за считанные минуты. То есть вы съедаете живое существо. Приступим к дегустации. Устрица с белыми трюфелями. Отлично! Устрица с соком аппенинского лимона. Великолепно! Устрица со свежей зеленью. Восхитительно! Налейте, пожалуйста, мне шампанского. Как же мне это все нравится! И полирнуть шампанским за 350 евро. Так и да, жизнь удалась! В старом городе Дубровника запрещены фастфуды. Здесь вы не найдете ни резиновых американских гамбургеров, ни хот-догов, ни шаурмы. Только традиционные хорватские ресторанчики, где подают свежайшие морепродукты. Пора бы уже и перекусить, потому что очень хочется. И тут просто глаза разбегаются. Ну какая-то красотка просто. Глаза разбегаются. Столько ресторанов, каждый манит к себе. Ох ты! По попке меня постучало. Точно к тебе не пойду. В общем, цены везде одинаковые, поэтому нужно выбирать вот так место и садиться. Вот действительно, Настя права. Все морепродукты очень дорогие. Самое дешевое блюдо – жареные мальки. Стоит оно 15 долларов. Мальков готовят так. Их обваливают в муке, засыпают во фритюрницу и обжаривают в кипящем масле. Прямо как картошку фри. Рыбку можно брать вот так вот за голову и туда ее. Такая вкусняшка. Рыбок нужно есть целыми. Со всеми костями, хребтами и хвостами. Некоторые даже головы едят, а я не смог. Ну, вы посмотрите в эти глаза. Такая рыбка, как семечки. Остановиться можно только тогда, когда тарелка опустеет. Ну вот, что осталось от моей рыбы. Просто горсточка голов. 88 кун. Вернемся к главной достопримечательности Хорватии, о которой я уже говорила. Так вот, главная достопримечательность – это Плитвицкие озера. Да-да, не удивляйтесь, озера тоже могут быть достопримечательностью. Плитвицкие озера – это фантастически красивое место. Зеленые горы, бирюзовая вода, паутины водопадов. Эх, завидую я хорватам, что у них есть такая красота. Здесь далеко не курорт. Погода очень переменчива, а температура воздуха ощутимо ниже, чем в Дубровнике. То есть, если на побережье плюс 25, то здесь плюс 10. Ну, я, конечно, сначала расстроилась, что и дождь пошел, и пасмурно. Я думаю, здесь мне не понравится. Но вы знаете, впечатление от такой красоты не испортит ни одна погода. Специально для туристов здесь даже дорожку проложили прямо через озера, чтобы лучше все рассмотреть и потрогать водопады. Плитвицкие озера – это система из 16 водоемов, которые как бы по ступенькам перетекают водопадами один в другой. Количество водопадов посчитать невозможно, потому что с каждым годом их становится все больше и больше. Вход в парк стоит 17 евро. Но фактически попасть на его территорию можно просто, обойдя пропускной пункт по лесу. Беда в том, что еще со времен Югославской войны плитвицкие леса нашпигованы минами и неразорвавшимися снарядами. Жертвами мин становятся туристы, которые пытаются попасть в парк окольными путями, чтобы не платить за вход. Вечером в городе Часпик. Да какая очередь, и куда они все идут? Просто очень интересно. Глянем. О, а куда вы тут стоите? Костя стоит, здоровый корабль. А, это вы туда идете? У вас лайнер? Да. А, круто! Вот это лайнер, они приплыли. А куда вы дальше плывете? В Венецию. В Венецию. А с вами можно? Как с нами можно? Ну как, зайти просто и поплыть? Чего? Нет. Они помнят всех в лицо, что ли? Нет, они паспорт проверяют и карточка пластиковая. А-а-а. Туристы грузятся на свои круизные лайнеры. Очередь на корабль такая длинная, что тянется через весь город. После того, как последний человек поднимается на борт, старый Дубровник худеет втрое. С 15 до 5 тысяч человек. И в городе наконец-то становится тише. Но до завтрашнего утра. Недалеко от хостела «Свежие простыни» есть замечательный бар, который обязательно нужно посетить. Называется он «Холодные напитки». Свежие простыни, холодные напитки. Тут вообще не заморачиваются по поводу названия, я смотрю. Хотя местное называют этот бар просто «Дырка». Вы тоже в дырку? И я туда же. Да это же всем дыркам дырка. Дубровник – это город закоулков. Можно бесконечно бродить по нему и каждый раз находить какой-нибудь укромный уголок с уютным кафе и потрясающим видом на море. Остаток вечера я провел в кафе, вдыхая соленый морской бриз и дожидаясь Настю, которая к ночи должна вернуться с Плитвицких озер. Бутылку со 100 долларами ищите в старом городе, прямо напротив ресторана «Наутика». Во внутренней стороне рва перед крепостной стеной. Ой, ой. Пошли. Вот 100 баксов. Вот здесь все написано. А вот бутылка. В стене есть шатающийся камень. За ним и спрятан наш клан. Камушка прикроем. Друзья, клад от «Орла и решки» находится с поразительной быстротой. В солнечном Абу-Даби клад под лодкой отыскала Элина Белая. В Анталии бутылку со 100 долларами нашли почти сразу после выхода программы в эфир. Здесь отличились Олег Паскрытко со своим другом. Да, придется прятать получше. Если вы этим летом соберетесь в Дубровне, то вы будете приятно удивлены тем, какой это милый и обаятельный городок. С другой стороны, в туристический сезон тут уж очень шубно и уж очень дорого. О, очень вкусная. Отлично. Привет, Хорватия. Да это же всем дыркам дырка. Хорошая миссия. Настя, ну что ты в самом, сколько можно ждать? Хотя я не ждал ни секунды. Ну что, ты как? Как дела у тебя? Блин, отлично. Я вообще не ожидала, что мне так понравится Хорватия. В принципе, тут никакой экзотики, поэтому радуюсь таким простым вещам. Ну там, мидиям, устрицам, шампанское кристалл. Каяки. Каяки. Простые вещи. Такие простенькие. Я за три сезона ни разу на каяки не прокатился. Не катался? Нет. А почему? А вот как-то не сложилось. А денежек, наверное, не хватило. Ладно, а ты как? Я хорошо. Ну что? Я нудистов видел. Нудистов? Такие девоньки там. Я тебя там, какие девоньки? Консьержку нашу, помнишь? Представь, что я видел голову. Такие девоньки. Да, и я такой захожу. Беско. Да нет, захожу такой. Они все поподнимались. Я говорю так, лежите, лежите. Андрей Александрович. Я говорю так, ребят, лежите. Все, нахуй. Захожу. И заерзали, и заерзали. Да, заерзали. Ну и понимаешь, что пришел король.